Я Лабутина Александра, мне 22 года. Пришлось рано повзрослеть. У меня умерла мама, я взяла под опеку брата и сестру. И после смерти мамы, через полгода у меня родилась своя дочка. Я просто перестала со всеми общаться. Я сижу дома с детьми и отдаю все себя им. Я хочу вспомнить, что я еще молодая девушка, которой не стоит закрываться в себе. Новый день поможет изменить жизнь и найти свое предназначение. А как решить проблемы героини, расскажут наши эксперты. Анна Мавричева, звездный коуч по личностному росту. Автор обучающих методик, марафонов и бестселлера о самопродвижении. Научит достигать своих целей и исполнит заветное желание нашей героини. Александра, а как так получилось, что своего брата и сестру воспитываешь ты? У меня умерла мама. Она заболела. У нее было воспаление легких. Скорая просто не успела, потому что доехала полчаса. У меня случилась истерика. Я просто кричала на врачей. Я просила их, помогите, сделайте что-нибудь. А в итоге маму не удалось спасти. Отец, на него нельзя было положиться никак абсолютно. В его жизнь вошли наркотики. Я не могла детей просто ставить на него. И мы, не раздумывая, с мужем, конечно же, решили, что любым способом мы их заберем. Больше полугода это просто был ад. Он постоянно двери долбил. Он что только не говорил. Угрожал всякое разное. Он любил тебя? Нет. Мы не воспринимали друг друга никак. Он для меня был тяжим человеком. Потому что он с раннего детства меня не воспитывал. Я как такового отца-то не знала. Мы его посадили за наркотики. Он к нам пришел обратно через 10 лет. И мама его все равно приняла. Это была первая мамина любовь. А во сколько лет тебя мама родила? 14. Такая молодая. У папи было 18. Но это же статья, нет? Ну да, получается, что статья. Бабушка сказала, 100% будешь рожать, я помогу. Мамина мама, получается. И все так на свет появилась я. Все у нее внутри правильно. Вот все у нее внутри правильно построила мама, несмотря на то, что родила ее в 14 лет. А квартира, в которой мама жила? Дом. Что с ним? А дом сейчас пустой. Там копятся долги за него. А продать вы не можете его? Нет, потому что он вступил в наследство. Без его согласия мы не сможем продать дом. Мне было обидно, что это мамин дом. Как зовут папа? Владимир. Владимир, будь мужиком. Отдай детям дом, потому что все тянет она. Дочка, маленькая девочка, с которой ты воюешь. Простите. У меня, ну, самой, у меня редко такое бывает. Здесь прям я плакала. Все хорошо у тебя, все уже прошло. Слышишь меня? Он сейчас опять начнет нас доставать. Кто? Отец, кто еще. Мы переехали даже в другой район, чтобы он не знал, где мы жили. Но все равно он нас нашел. Я не тот человек, который сетует на несправедливость жизни. Ну так все несправедливо. Ты должна быть сильной. Сильной ты будешь только тогда, когда ты будешь радоваться жизни. Выходи из жертвы. Тебе нужно получать профессию. Я тебе помогу. Если она справится с этой невероятно сложной историей, ее в жизни ждут большие сюрпризы. Скажи, пожалуйста, про твою жизнь. Чего состоит твоя жизнь, чего ты хочешь, куда ты идешь? На данный момент, в принципе, у меня ни хобби, ни развлечения, ничего нет. Я сижу дома, никуда не выхожу. Почему ты не выходишь? Потому что у меня дети. Я когда оставляю детей с кем-то, я еду, и я чувствую себя, будто я их бросила. Я думаю, что я их в чем-то ущемляю, в том, что я такая депрессивная. Существует система ролей в семье. Для того, чтобы все были на своих местах и все были счастливы. Сначала ты, когда ты наполнена, ты можешь из избытка дать и мужу, и детям. Я уверена, что как только она увидит эту взаимосвязь, что страдание – это всего лишь ее выбор, она очень быстро сможет это изменить и начнет жить наполненной жизнью. Из чувства кайфа, а не из чувства должна. И мы переходим к твоим желаниям. Я вижу, что ты хочешь встречу с Марией в виску новой. Угу. Она мне нравится, что она сильная. Еще я вижу, что ты хочешь встретиться с Ольгой Нечаевой. Она не смотрит то, что думают люди. Она делает то, что хочет она. Она с очень юного возраста в отношениях. У нее никогда не было повода быть плохой девочкой. Через наблюдение за вот этими яркими героинями интернета она реализует свою такую темную часть. Ну что же, послушаем нашего астролога, который рассказал о твоем предназначении. С удовольствием очень интересно. Инна Любимова – дипломированный астролог с многолетним стажем. Основатель школы астрологии с государственной лицензией. Колумнист ведущих федеральных СМИ. Работает с натальной картой рождения, которая содержит программу развития человека на всю жизнь. А также помогает проработать разные сферы жизни. Улучшить финансовое положение, исполнить мечту, найти профессиональное предназначение и личное счастье. У Саши в шестом доме, в доме служения, расположена луна. Это говорит о том, что мамы Саши не хватило. Но в прошлой жизни мама делала для Саши очень многое. И Саша в этой жизни отдает долги своей маме. Потому что луна находится в очень близком соединении с северным узлом. А северный узел – это та самая точка кармы. У Саши в натальной карте есть показатель на талант. И за счет того, что Венера расположена именно в 10-м доме, а Венера – это планета дизайна, вещей, эстетики и красоты, это положение говорит о том, что из Саши получится очень хороший дизайнер. Но дизайнер детской одежды. Венера располагается в стрельце. Это говорит о том, что у Саши, в принципе, очень хороший вкус. Но тот вкус, который будет понятен деткам или молодежи. Вот они, четыре героя. Самый популярный телепроект ТВ-3. Это был очень сложный сезон. Четыре финалиста. Это невозможно. Просто не на жизнь, а на смерть. Желанный приз. Пять миллионов на кону. И финал, который ждут все. Это было сложнейшее физическое испытание. Кто из них станет тем самым последним героем? Давайте посмотрим, кто же из вас последний герой. Последний герой. Танцевать. Это должны быть какие-то песни, которые ты слушала, когда у тебя все в жизни было клево. Даже если дома убираюсь, я всегда под музыку. В принципе, я это практикую. И очень важное задание каждое утро задавать себе вопрос. Что ты хочешь, девочка? И одно свое желание исполнять каждый день. У нее появится энергия не только на должествование, но и на то, чтобы просто радоваться и быть наполненной. Моя дорогая, мы с тобой обязательно увидимся в финале, и я исполню одно твое заветное желание. А сейчас я отправляю тебя на испытание, которое, я очень надеюсь, научит тебя высказывать все, что есть внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, да ладно! А, вот она! Не ожидала, да? Реве сейчас будет. У меня аж ноги трясутся. Ну, хорошо, что не отнимаются. Блогер и комик Мария Вискунова будет помогать Александре учиться отстаивать собственные интересы. У тебя сегодня никак. У всех у тебя приятная абсолютно будет процедура. Суть этого эксперимента в том, чтобы вывести ее на эмоции, потому что она очень закрытая и не проявляет свои эмоции вовне. Саша, как тебе массаж? Сначала было грубо, а сейчас немножко щекотно. Массажистка не была настоящей массажисткой. У меня сейчас такое чувство, вот, как будто меня просто лупят. Тебя это устраивает или не очень? Не очень дискомфортно. А почему молчишь тогда? Не знаю, может быть, так оно и надо? Видишь, смотри, если есть сомнения, можешь спросить всегда мастера. Так оно надо? Ну, оно, как бы, может быть, так и не надо. Но я предупреждала, что я сделала ногти вчера. Извините, пожалуйста, это тоже неплохо. Ее цель была как раз-таки вывести Сашу из равновесия и вывести ее на эмоцию, для того, чтобы она, наконец-то, проявила свои чувства. Она делала для этого все. В принципе, все. Потом она, мне кажется, оторвала несколько кусков кожи. Затем она ее царапала ногтями. Саш, как ощущения от массажа у тебя, говорю? А я как-то это, даже не обращаю внимания. Саша же просто была тише воды, ниже травы и проявляла парадоксальное спокойствие и безразличие к происходящему. И общение – это всегда диалог. Может, хватит? Там что, ползет по мне что-то? Самое время высказать свою... Нет. ...свой протест! Саша отреагировал на происходящее только тогда, когда по ней уже побежало 20 тараканов. Это была просто инстинктивная реакция. Если тебе вдруг что-то не нравится, можно в любой момент сказать, чтобы человек остановился. Зачем же до тараканов-то доводить? Я привыкла адаптироваться под обстоятельства, и, исходя из этого, я стала более закрытой. Давай ты мне выскажешь. Нет, я не буду высказать. Так в этом и есть суть этого эксперимента. Тебе нужно научиться давать отпор. Я за то, чтобы наорать, чем держать в себе, а потом горевать, депрессировать. Я это ненавижу. Мы долго еще ее уговаривали, заставляли. Но все-таки она это сделала. Вы не женщина, а ты! Ты не женщина, а тварь! Вот! Вот! Она сейчас сама вас кинет, тараканов. А! Вот! Вот! Можешь же, когда хочешь. То есть я так отомстила. Это было круто. Наш эксперимент полностью удался. Цель оправдала средства, потому что Саша высказала яростно свой протест, и показалось, что она может постоять за себя в критической ситуации. Я тебе желаю, чтобы так вот никто никогда по отношению к тебе и себя не вел. Хорошо? Устанавливай личные границы. Пойми, что все должны вести себя по отношению к тебе подобающе. Если тебя не устраивает... Я чувствую сейчас более себя уверенной. Я поняла, что не надо доводить до этого предела, как было раньше. Я громко, ясно выскажу свое недовольство, чтобы с первого раза услышали, и это дошло до людей. Мне самой станет лучше. Я не буду этот грусть носить себе. Вот так. Теперь Александра готова полностью преобразиться, а превращать ее в успешного дизайнера детской одежды будет команда модных стилистов. Алексей Сухарев – популярный эксперт телевизионных фэшн-проектов, преподаватель Центра индустрии моды при Московском государственном университете. Эдгар Заблотскис – официальный стилист конкурса красоты «Мисс Вселенная», креативный директор стилистической фирмы. И Ольга Фокс – бьюти-эксперт отечественных глянцевых изданий, визажист звезд шоу-бизнеса и российских светских львиц. Здравствуй, Саша. С чем ты к нам пожаловала? Я стала прям такой серенькой, охотой чего-то такого, чтобы все-таки подчеркивало правильно меня. У меня повседневная одежда – это какая-то кофточка и штаны. И все-таки мне охота одевать и юбки, и платья. Что тебе мешает поиграть с одеждой, с прическами, с макияжем? Я вся в детях. То есть вся в семье, вся в быту. Очень хорошая отмазка. Ребеночка под мышку и пошла в магазин. Не думала завести няню, например, приходящую там на несколько часов, чтобы ты могла уделить время себе. Я насмотрелась в интернете. Я там увидела, что как няди себя ведут и так далее. А я такая мамочка, что прям трясусь. А вдруг она не покормила? Я не могу представить, что с моим ребенком сидел кто-то чужой. Я имею в виду ситуацию, когда ты дома, занимаешься своими делами, и няня занимается с твоим ребенком. Мне кажется, это очень крутой вариант. По крайней мере, этот вариант мне помог. Я могла сходить, принять ванну, в конце концов. В принципе, этот вариант я не рассматривала. Может, стоит задуматься об этом. А предназначение твое? Я даже не ожидала, что я могу быть дизайнером одежды для детей. Ты вообще видишь себя в такой роли? Честно, нет. Красивой, стильной детской одежды очень мало. И у Саши есть прекрасная возможность воплотить эту идею в жизнь. Муторность идей, там, вышивали. Подожди, подожди. Дизайнер одежды и швея, портника – это две разные вещи. А ну, значит, я даже не имею понятия, что такое дизайнер. Дизайнер на сегодняшний день или креативный директор – это человек, который просто подает идею, вдохновляет свою команду и потом представляет общественности результат под своим именем. Она современная девушка, достаточно молодая. И у нее, мне кажется, есть все шансы, чтобы заниматься этим делом. Скажи, пожалуйста, как складываются твои взаимоотношения с волосами? Я вообще никогда не красилась до того момента, пока мне в голове не мелькнуло, хочу быть блондинкой. Все, начала эмилироваться. Но когда я пришла, и мне просто черный цвет вот здесь сделали и сделали вот тут. Даже не знаю, какой цвет это был, но я ужаснулась, и я сказала больше, я не пойду никуда. Я начала это все отращивать. Но на самом деле, мне кажется, что очень красивый свой натуральный цвет волос. Тут у меня возникает пару идей. Что, у тебя выходносит? Обрезать вот так, оставить свой цвет? Кстати, спасибо за идею. Для меня, как для художника, у нее совершенно сейчас чистый холст. Придает даже мне какого-то вдохновения. Скажи, пожалуйста, что с макияжем? Ну, я только уходовой косметикой пользуюсь и наращиваю ресницы. То есть, окраситься я сама вообще не умею. Если я накрашусь, это выглядит так, что я уже переспала с этим макияжем ночь, и я выгляжу вот еще более уставшей такой. То, как ты сегодня выглядишь, это твой обычный внешний вид? Ну да, это обычный. Видно, что она не заморачивается на эту тему. Главное, чтобы удобно, хотя джинсики у нее облегающие. И видно, что все-таки фигура она свою ценит. Мне уже, честно говоря, не терпится заглянуть в твой гардероб для того, чтобы узнать о тебе гораздо больше. Пойдемте в шкаф. По шкафам, друзья. Удивительно, насколько часто девушки, у которых отличные фигуры, обожают это все прятать. Причем даже не за оверсайзом, а просто за какими-то лохмотьями. Очень хочется исправить эту ситуацию. Вполне себе симпатично. Такой уже чуточку поживший комбинезон трикотажный. Это у меня такое на фигу. А что произошло, что трикотажный комбинезон – это уже что-то суперроскошное? Ну, а там декольте сильно открытое, поэтому я его больше не ношу. Декольте на Сашином теле смотрится ни капли не пошло, потому что у нее не такие уж серьезные какие-то изгибы. А это уже года 4 назад одевал нас в день рождения. Это тоже нельзя носить, потому что, не дай бог, будет виден живот. Она ведь еще и рожавшая. О, мне стыдно! Саша стала жертвой стереотипа. Если я мать, то я уже не женщина. Это очень странное поверье, которое вот над Россией нависло. Если обратить внимание на звезд, вот посмотри, очень же многие имеют детей. И так красиво выглядит. На самом деле сейчас большой тренд – быть молодой мамой и выглядеть ухоженно, сексуально. В смысле, я оденусь так? Я такая пойду и с тремя детьми – ты посмотри, как она одета. У нее уже трое детей, у нас там никто так не одевается. Я такая буду одна ходить, конечно, что меня будут косые взгляды смотреть. Ты думаешь, они тебя осуждают? Я думаю, да. А я думаю, они тебя завидуют. Вот я буду так считать, что они меня не осуждают, а завидуют мне. Может, так легче будет перебрать вот этот вот дискомфорт. Померяем вот так и посмотрим, что из этого выйдет. Я решил расширить возможность ее гардероба. Здесь появилась и рубашка пола, которая отлично заменяет простую белую футболку базовую. Кружевной костюм можно носить и в повседневной жизни, а можно использовать и для какого-то вечернего мероприятия. Плюс к этому сверху еще оказалась куртка-косуха, которая по фактуре одновременно спорит с кружевом и в то же время отлично его дополняет. Таким образом, комплект получился очень свежим, многослойным и очень молодым. Но нет никакого дискомфорта. Выгляжу гораздо стильней. И я бы даже сказала, не выгляжу, что у меня есть дети. Ты, в принципе, не выглядишь, как будто у тебя есть дети. Я тебе открою секрет небольшой. Я когда посмотрела себя в образе, конечно же, да, да. Шикарная, красивая, стильная. Выглядела на 16, стала на 15. Ну да, да. Я очень рад, что она здесь. На нее просто приятно смотреть. Кружево в сочетании с кожей и со спортивным материалом рубашки пола может вынести далеко не каждая. Ты прекрасно справилась и пронесла комплект на наших изумленных глазах. Ну реально топ-модель. С большим удовольствием приглашаю тебя. Мне кажется, Саше уже хочется сбежать отсюда. Неправда. Волнуешься немножко? Да, даже не немножко. Я боюсь просто коротких срежек. Я ни разу их не делала, и поэтому я боюсь. Перед глазами так все мутно стало, комната прям как поплыла. Вот это для тебя короткие волосы? Ты сейчас серьезно? Это короткие волосы для тебя? Или недостаточно короткие? Хватит. Все, но уже не вернуть. Все, отрезки и все. У тебя очень графичное лицо, красивое, прям очень ярко выраженные черты лица. На мой взгляд, тебе идеально подходят как раз-таки любые, ну так называемые, графичные стрижки. Если Саше сделать такую стрижку, графичную, какую-нибудь острую, то ее просто невозможно будет забыть. У тебя красивый цвет волос натуральный, красивый, да, там чуть-чуть с красненькой, но недостаточно блеска. Цвет, который я для тебя придумал, я им хочу подчеркнуть твою естественную красоту. Я бы в первую очередь хотел, чтобы Саша себя почувствовал стильной, красивой девушкой. Потому что очевидно, что она не умеет это нести. Ну, а стрижка и цвет, который я ей сделаю, ей просто не оставит выхода никакого другого. Наша задача будет не как-то тебя приукрасить, а сохранить твою молодость и красоту как можно дольше. Мы будем работать над сиянием кожи, для того, чтобы сделать ее более отдохнувшей, свежей. Сияющий розовый праймер немножко освежит оттенок кожи и добавит капельку влажного блеска, которого не хватает сухой кожи. Серьезных нюансов для коррекции у нас нет. А большой нос? У тебя большие глаза, большие губы и соразмерный нос. Ну, на самом деле, каждая девушка любит себе попридумывать. Здесь у тебя вот есть маленькая веночка, и это такое место очень щекотливое. Чем больше средств ты туда наносишь, тем больше складочки будут подчеркиваться. Поэтому консилер – это обязательная часть, обязательный продукт вашей косметички. У тебя на самом деле модельная внешность. Именно поэтому я предлагаю тебе начать экспериментировать со своим образом. Ей, в принципе, можно сделать все, что угодно. И мне захотелось сделать ей именно фэшн-образ. Ну что, Саша, волнуешься? Очень. Ну что, не будем томить? Не будем. Ни себя, ни других. Рубаха парень. Если я дошел до финала, значит, не все так просто. Железная леди. Сегодня реально каждый из нас в одинаковых условиях. Девушка-загадка. Я попробую побороться. И теневой лидер племени. Мы уже чемпионы. Кто из них станет победителем легендарного шоу «Последний герой» финал? В субботу в 19.00 на ТВ-3. Раз, два, три. Ох, я кисть. Когда я подошла, я там такие стрелочки, что я говорю, о-о, это да. Блин, ну это не я. Я, если честно, прям на какого-то персонажа скалычного похожа. Я сделаю ей стрелки, но не обычные. Такой арт-вариант. Это очень трендовый макияж. У меня сейчас прям дико бьется сердце. У меня просто даже слов нет. Этот образ построен полностью на графике. Четкая форма стрижки. Рифмуется с геометрии на юбке. И само цветовое решение свойственно именно для представителей творческой профессии. Потому что сочетать розовый с красным, еще и с клеткой, и с такой активной обувью, может только очень смелая, уверенная в себе девушка. С легкостью могу сказать, что я вижу перед собой дизайнера. Мне подошел темный цвет, мне прям нравится. Немножко дерзкости такой придал. Стервозности. Я вижу, ну вот прям красотку перед собой. У меня аж язык завлетается. Результат с Сашей ожидаемо великолепный. Цвет насыщенный, богатый, глубокий и очень натуральный. Подчеркивает ее черты лица, ее потрясающие глаза. Выглядит суперудивительно круто. Все самое лучшее, что есть, это все во мне сейчас. Вот я это вижу. Я прям чувствую, что ждет успех. И мы чувствуем, что ждет успех. Она преобразилась реально в красивую молодую женщину, которая очень уверена в себе, которая прекрасно справляется со своими обязанностями матери и еще явно воротит какие-то грандиозные дела. Наконец-то провожаем тебя в твой новый день. Дорогая, как тебе твое преображение? Я кайфую. Такая модная, клевая, незамученная жизнью девчонка. Что с моими заданиями? Письма писала, но не сожгла еще. Как ощущение, когда ты написала письма гнева для своего папы? Как будто бы он перед мной стоит, я ему это все говорю. Но потом, когда я поняла, что я уже все написала, все что думаю, уже легче стало, подуспокоилась. Что с другими заданиями? Мне понравилось, особенно танцевать перед зеркалом. Главное, чувствовать свое тело, потому что ты невероятно красивая. Мы об этом очень часто забываем. Однозначно у Саши очень серьезный для ее темперамента подвижки. Твое предназначение? Как мама я знаю, что необходимо для деток. Я делала небольшие наброски, эскизы. А сейчас к тебе придет клиент твоей мечты и, возможно, даже сделает первый заказ. Вдруг ему что-то не понравится, вдруг я как-то неправильно смогу объяснить, донести свою мысль и идею. Привет! Привет! Ольга Нечаева – успешный блогер, дизайнер, актриса и создатель интернет-курсов, а также мама, которой удается находить идеальный баланс между семьей, управлением собственным бизнесом и простыми радостями жизни. Когда зашла Ольга, я была в шоке. Что? Так разнерно! Это, блин, ну это слезы текут и непроизвольно текут. Я бы хотела посмотреть твои работы, что ты можешь показать, потому что я тоже готовлюсь к еще одному материнству. Конечно же, могу предложить боди. Здесь нарисован вариант с молнией, но я предлагаю перенести, то есть вообще ее убрать, все, а сзади сделать пару заклепочек. Кстати, вот сзади заклепочками я такого не видела еще. Это база для ребенка, это всегда удобно. А это прям вообще спокойно, я бы заказала прям костюмчиков пять. Мне понравилось, когда она так сказала. Немножко уверенности как-то прибавиваешь, что, блин, а вдруг получится действительно. Я когда-то сама вот так же открывала свое пижамное производство, да я ничего в этом не понимала, абсолютно. Я не знала, что такое слово лекала. Просто берешь, разбиваешь вот эту глобальнейшую цель на мелкие цельки. И уже их постепенно, каждый день какую-то из них решаешь. Нужно просто вот брать и делать. Я художник, я так вижу. И тогда гораздо быстрее все начнет получаться. Все, спасибо. Была очень рада. Для себя самое главное, я поняла, что нужно добиваться целей. Ну и, блин, ну я красотка. Я это поняла, меня прям раскрыло это, я даже вдохновлена. Сейчас есть миллионы возможностей. Я бы начала с базы, может быть, с каких-то онлайн-обучений, связанных как раз таки с умением рисовать, с эскизами. Постепенно все выстроится, главное идти в этом направлении. И через год мы Сашу просто не узнаем, если она каждый день по чуть-чуть будет двигаться в эту сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!